В эфире программа Актуальное интервью. Студия Ольга Русл. Здравствуйте. 2022 год объявлен президентом Владимиром Путином годом культурного наследия народов России. Культурную самобытность многонационального Ненецкого округа в регионе сохраняет этнокультурный центр. Одна из главных задач сотрудников центра – сохранение и возрождение культурных традиций народов, проживающих на территории НАО. О планах этнокультурного центра поговорим с его директором Еленой Вергуновой. Елена Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Елена Ивановна, расскажите об основных направлениях работы этнокультурного центра. Первое направление вы как раз уже и назвали – это изучение, сохранение и популяризация традиционных культур народов, которые проживают на территории Ненецкого автономного округа. А из этой задачи исходит несколько других, тоже не менее важных. Например, организация крупных межрегиональных событий разных форм, разной степени значимости. Представление округа на всероссийских и международных площадках, это организация методической помощи сельским домам культуры, проведение окружных семинаров работников культуры, это содействие развитию любительского творчества, это издательская деятельность, ну и много-много других направлений, которыми мы занимаемся. Получается, у нас в населенных пунктах тоже есть филиалы этнокультурного центра, да? Нет, у нас в населенных пунктах есть юридические лица, сельские дома культуры, но этнокультурный центр, как любой дом народного творчества, в любом другом регионе имеет задачу оказания методической помощи, методической поддержки. То есть учреждения работают, но в любой момент могут обратиться в этнокультурный центр за помощью, как написать тот или иной сценарий. Или, например, мы вместе планируем мероприятия, или мы проводим аналитику деятельности по разным жанрам, по сферам, по видам творчества, или просто по деятельности любого учреждения культуры, мы можем провести анализ по поручению нашего учредителя Департамента образования, культуры и спорта. Мы некое методическое звено, как, допустим, у сферы образования, у школ есть такое методическое звено НЦРО, Ненецкий центр развития образования. Вот наш центр аналогичен центру в сфере образования. Елена Ивановна, как давно этнокультурный центр существует? Его истоки ведут к 1960 году, когда был создан в городе Наринмаре Дом народного творчества. Потом в течение разных лет он претерпевал разные юридические изменения, менялись названия, но основная задача сохранялась. Это методическое обеспечение и это развитие традиционных культур народов. Какие объединения наполняют этнокультурный центр, сколько их и чем они занимаются? Сегодня в этнокультурном центре 29 клубных формирований. Клубные формирования это и творческие коллективы, и клубы по интересам. Но, наверное, я возьму на себя смелость и скажу вот еще что. Что этнокультурный центр это не просто организация, которая находится сегодня в стенах Дворца культуры Арктики во втором корпусе. У нас несколько помещений есть, в которых мы работаем. И это, собственно, основное наше место в центре города. У нас есть еще два домика на Тыковылке. Тыковылка 2А и Тыковылки 6А. Это центр ремесел, где занимается много клубов. И это мастерская, где есть возможность любому жителю региона прийти и позаниматься либо в швейной мастерской, либо позаниматься изготовлением каких-то деревянных, скажем так, изделий. Либо есть еще костерезная мастерская. У нас даже есть ткацкий станок и специалист по ткачеству. А у нас есть еще и филиал этнокультурного центра в национальном поселке Нельминнос. И там тоже работают наши коллеги. И, собственно говоря, вот такой большой творческой группой мы имеем 29 клубных формирований. Из них есть самые, ну, скажем так, известные, раскрученные. Вот я их могу назвать. И каждый слушатель наш скажет, а, ну, конечно, мы знаем это. Прежде всего, Народное литературное объединение Заполярье, которое родилось в стенах газеты «Нярияна Виндер» и в этом году отметило 88 лет, оно одно из старейших на русском севере литературных объединений. Конечно, это Народный Ненецкий ансамбль «Маймбова», который живет и работает на Нельминнос, вокальная и танцевальная группы, известен далеко за пределами округа. Это, конечно, Народный театр «Иллипц» Ненецкий, тоже известный всем. Это Народный коми-фольклорный ансамбль «Печерянка». Это Народный усцилемский фольклорный коллектив «Родные напевы». Уникальный, кстати говоря, коллектив, который по градации фольклорной единственный в округе носит приставку «Аутентичный», то есть «Корневой фольклор» исполняют участники этого коллектива. Ну, вот, пожалуй, наверное, и хватит. Много коллективов разной направленности. Ну, вот о клубе земляков, наверное, стоит отдельно поговорить. Тоже одно из подразделений, которое мы считаем как одну боевую единицу, но на самом деле состоит из 30 объединений различных. Там различные национальности в этом клубе земляков, да? Да, совершенно верно. Разные диаспоры, есть общественные объединения юридические зарегистрированные, есть просто как клубы по интересам, то есть им нет необходимости регистрироваться, но они существуют как такие группы активных людей, выходцы ли это из разных регионов России, или это выходцы из населенных пунктов округа, которых сейчас уже не существует. Разные группы, которые мы все поддерживаем, все окормляем, все нам интересны, мы все дружим, у нас общие планы и цели, и нам вполне хорошо вместе. А какая роль этнокультурного центра в сохранении мира и согласия в регионе, в развитии мира и согласия в регионе? Ну, нам, конечно, хочется думать, что мы позитивно влияем на межрегиональную обстановку, на гармонизацию межнациональных отношений. Но вот раз мы начали говорить о клубе земляков, это действительно очень большое объединение, которое включает в себя порядка 30 формирований самых разных. И есть такой орган управления клуба земляков, мы его называем совет руководителей, потому что нам необходимо, чтобы планировать свои задачи, организовывать какие-то мероприятия, конечно, собираться, и мы все, скажем так, все вопросы проговариваем сообща. У нас есть два крупных события. 4 ноября мы всегда проводим уже много лет, уже вот почти 19 в этом году, а на следующий год у нас будет юбилей нашему движению, 20 лет. Мы всегда проводим праздник национальных и территориальных землячеств «Венок дружбы». И этот праздник каждый раз имеет новую тему. И мы эту новую тему отрабатываем, будь то тема чай да сахар, традиции чаепития, угощения гостей, будь то рассказы о каких-то героических земляках, или это рассказы о каких-то видах промыслов, которые бытовали вот на следующий год. Мы уже знаем, что предложить нашим руководителям, и если поддержат они нашу задумку, мы хотим сделать песенную тему, поскольку все-таки год культурного наследия народов России. Было бы красиво, чтобы разные песни услышали наши посетители. Это большой праздник, который проводится, как правило, не на сцене, а разными площадками на втором и третьем этажах Дворца культуры Арктика, где очень много всегда посетителей, где очень много общения. Пожалуй, общение – это самое главное. Ну и одна из основных задач каждого клуба – клубы, конечно, создаются, ведь по своей инициативе люди собираются. Это не наша инициатива. Люди собираются, и люди придумывают, чем им заниматься. Кто-то, допустим, проводит мероприятия просветительские, рассказывает о своей культуре, как, допустим, татаро-башкирское объединение. А есть вот объединение деревень, они сохраняют память об этих деревнях, издали книжки, нашли грантовую поддержку и создали памятники на территориях этих мест, изучают историю, издают книжку, поддерживают пожилых своих жителей, которые остались одиноки. И все вместе мы иногда проводим благотворительные акции. Ну и есть у нас еще один праздник, он летний, называется «Живи традиция». В прошлом году провели впервые вместе с ТОСами, объединились с Днем соседей, и тоже получилось очень хорошо. Поэтому, конечно, мы всегда говорим на всех наших мероприятиях, что, и это, кстати, девиз отно-культурного центра, мы разные, но мы вместе. Нет причины для ссор. Всегда, когда ты, в общем-то, когда ты интересуешься традиционной культурой другого народа, ты понимаешь, и вот у нас, кстати, этому посвящен один из новых наших проектов, он называется «Народная дипломатия», когда мы землячество собираем небольшим количеством, а мы приглашаем два землячества и задаем этим землячествам одни и те же вопросы. И в конце мы приходим к выводу, а чем все-таки мы одинаковые, или чем разные мы все понимаем, что мы одинаковые. У нас у каждого народа традиционные ценности, по сути-то, одинаковые. Это уважение к старшим, это любовь и забота о младших, это трудолюбие, это умение принять гостя в первую очередь, а потом уже задавать вопросы. И много-много таких моментов, которые вот при близком знакомстве представителей разных народов, они заставляют сделать вывод, что нам абсолютно нечего делить, мы все друг другу интересны. И иногда даже мы смеемся над тем, что какие-то слова основные, мама, папа, здравствуйте, до свидания, даже они очень похожи, не говоря уже о колыбельных, которые есть в каждом народе. Ну вот, если так коротко сказать. Поэтому, да, поэтому, конечно, мы участвуем, и мы никому не запрещаем входить в этот клуб, мы только рады будем. У нас есть ведь и дагестанское землячество, и азербайджанское, есть украинское, и татарабашкирское, я уже говорила, несколько ненецких, много-много русских, в разными их представлениями. Если появятся еще какие-то, мы будем только счастливы. Елена Ивановна, а какая аудитория вот у участников объединения? Это уже пожилые люди, взрослые, или молодежь тоже приходит участвовать? Спасибо за вопрос. Безусловно, в основе своей это пожилые люди, потому что они более свободны, во-первых, во-вторых, они более осознанно понимают, что нужно сохранять эту информацию, нужно ее собирать, нужно ее передавать молодежи. Но мы для себя понимаем, что время идет, вот за эти 20 лет, которые мы отметим уже в следующем году, возрастной состав меняется, люди уходят, к сожалению, люди становятся старше, и в силу возраста уже не могут быть такими активными. Поэтому вот последние 5 лет у нас идет омоложение, обновление. Ну и молодежь достаточно активно приходит. Но основной возраст, конечно, по-прежнему остается это. Люди возрастные, люди среднего возраста. Елена Ивановна, прошлый год был все-таки, так скажем, под знаком пандемии прошел, каким был для этнокультурного центра этот год? Удалось ли все, что было задумано реализовать, и какие крупные мероприятия прошли в прошлом году? Год был достаточно сложным для этнокультурного центра, как и вообще для всех, как для любой другой организации. Но тем не менее он нас заставил научиться каким-то новым компетенциям. Во всяком случае, мы очень активно участвовали в социальных сетях. У нас много мероприятий прошло в онлайн-пространстве. Также активно мы участвовали в различных онлайн-конкурсах, раз у нас не стало возможности так много выезжать, как раньше, потому что и другие крупные события тоже были закрыты или перенесены. Мы участвовали в заочных конкурсах международного, всероссийского статуса, в разных акциях. И очень рады, что у нас порядка 50 наград самого высокого уровня есть. Но все-таки нам удалось побывать на одном из самых крупных российских событий. Это Всероссийский фестиваль «Сокровища Севера». Ненецкий округ представляла делегации этнокультурного центра. Это мастера, это артисты, исполнители ненецких песен старинных. Это театр «Иллипс». И мы очень рады, что и там порядка 10 наград мы тоже заслужили. Значит, наша работа оценена хорошо. Также мы заочно участвовали в всероссийском смотре конкурсе домов народного творчества северо-запада России. Тоже такое традиционное мероприятие, которое позволяет оценивать качество работы центров, подобных нашему. Мы очень рады, что мы стали лауреатами в номинации «Издательская информационная деятельность», потому что мы обращаем на нее очень активное внимание. И те наши посетители, которые, допустим, подписаны на группу этнокультурного центра ВКонтакте или заходят на наш сайт, и они видят, что у нас не бывает дня без какой-то новости. Или это реклама события, либо это информация о послесобытиях, либо это викторины какие-то, либо это рассказ о культурных традициях, либо это наш один из, кстати, новых проектов 2021 года, но мы его, безусловно, будем продолжать. Он называется «Культура НАУ в лицах». Мы в этом проекте рассказываем и о своих коллегах, и об участниках самодеятельности, и о ветеранах, и о молодых работниках культуры. Вот на сегодняшний день мы представили 34 персоны. Нам это кажется интересным. Нам приятно, что у наших пользователей эти люди имеют большой отклик. Мы даже не ожидали такого эффекта, потому что многие почему-то поздравляют героев нашей этой рубрики. Может быть, им кажется, что это какой-то большой праздник, когда о тебе написали. Но на самом деле приятно, допустим, участнику самодеятельности, который вот много лет выходит на сцену, и, собственно говоря, он ведь никакими преференциями не владеет, он даже бесплатно на какой-то другой концерт, к сожалению, не сможет попасть. Ну вот о нем написали, сказали хорошие слова. Его знакомые, коллеги, друзья по сцене поддержали еще его и в этой группе. Ну, среди больших проектов наших, может быть, можно назвать очень интересные мероприятия Межрегиональную Славянскую фольклорную ассамблею, которая прошла под занавес года и была посвящена детской теме. И рядом с этой Славянской ассамблеей мы провели впервые детскую артель, когда дети-мастера показывали разные виды и жанры творчества. Нам очень приятно, что среди участников из Великого Новгорода, из Череповца, из Москвы вполне достойно, скажем так, выглядели и наши сельские артисты из Тельвиски и из Великовисочного. Мы очень за них порадовались. Но также среди крупных событий можно, допустим, назвать подписание договора с Северным Арктическим федеральным университетом имени Ломоносова. Вообще-то мы уже года три сотрудничаем в области переводческой деятельности. Но вот, наверное, назрело пора заключить соглашение, что мы и сделали, потому что у нас есть на перспективу еще одна задумка сотрудничества в сфере изучения славянской культуры на территории Ниньского автономного округа, то есть экспедиционная деятельность. Вот у нас достаточно активно проводятся экспедиции по изучению Коми ижемской культуры. Это проект Коми Олым. Например, в 21-м году он проводился на территории Усть-Кары, а в 22-м году, уж забегаю немножко вперед, но скажу, что он будет в Оме. Также проводятся экспедиции по ненецкой культуре. Вот по славянской как-то мы так не могли собраться. Ну и если у нас получится, благодаря специалистам поддержки, вернее, благодаря поддержке специалистам САФУ, мы организуем такую совместную экспедицию, потому что нам кажется это важным. Вот я сегодня сборники принесла. Мы когда-то изучали песенное наследие Нижнепечорья и Нинецкого автономного округа, и три нотированных сборника мы выпустили. Но ни для кого не секрет, что у нас узких специалистов не хватает. Допустим, у нас в округе нет этномузыкологов и фольклористов со специальным профессиональным образованием тоже нет. То есть насколько это возможно, мы занимаемся самостоятельно. Там, где не наша компетенция, мы, конечно, пользуемся помощью своих коллег из других регионов. Ну и вот, наверное, можно было бы сказать, что в 21 году мы провели очень интересный театральный марафон, который, собственно говоря, мы уже организуем тоже года четыре. В нем участвуют все театральные коллективы региона. Интересен он в 21 году тем, что он был посвящен 60-летию Наринмарского народного театра. И репертуар наших коллег, артистов в 21 году, он тоже был посвящен спектаклям, пьесам, которые когда-то в разные годы ставил Наринмарский народный театр. Ну вот это такая дань памяти, дань уважения коллективу, которого сегодня уже нету, но который до сих пор помнится и фотографии с удовольствием рассматриваем их. Вот. Также нам очень приятно отметить, что мы смогли защитить грант Агентства развития сельских инициатив Всемирного фонда дикой природы. Грант этот мы назвали «Мы нарядные», «Мы цейва». И в рамках этого проекта довольно-таки успешного восемь жительниц Нельминоса на базе нашей мастерской обучились шитью ненецкой женской одежды и сшили восемь костюмов сценических для маленьких участников подготовительной группы народного ненецкого ансамбля Майбова. У нас костюмов, к сожалению, не было у этой группы, поэтому на сцену они выходить не могли. А вот благодаря такой финансовой поддержке женщины научились шить, дети получили костюмы, но еще и женщины не захотели расходиться, поэтому у нас на базе филиала создался новый клуб. То есть это то, что мы вроде бы не планировали, но вот это вышло такое прекрасное начинание у наших женщин, и мы этому только рады. Ну, наверное, стоит еще сказать, что мы подготовили две книги и подготовили их в 2021 году, а презентовать их будем уже в начале этого года. И вот одна из них, книга Валеры Сильверстова. Она есть здесь, да? Да, она здесь есть, я ее с удовольствием покажу. Дневники рефлексии или чем заняться при переезде в другой город. Валера с детства занимается литературным творчеством, он пишет стихи, теперь это уже взрослый сложившийся автор, который, в принципе, и на российском уровне отмечен. Он участвует от Ненецкого автономного округа в серьезных литературных форумах, и, скажем так, у нас на него ставка есть. Эта книга Валерина, она посвящена как раз периоду его жизни в Санкт-Петербурге, о том, как, скажем так, как проходит период становления молодой человек из глубинки в большом городе, о чем он переживает, какие его чаяния, как он вспоминает родные края, ну и вот все его чувства, собственно говоря, вот в этой книге описаны. А еще одна книга есть, я ее не взяла с собой, скажу почему. Это книга Дениса Макурина, это тоже очень интересный наш опыт. Денис Макурин, это автор из Холмогор. Мы всегда поддерживаем на средства бюджета Ненецкого автономного округа местных авторов. Но есть наши бывшие земляки, которые уезжают в другие регионы и продолжают писать об округе. А Денис Макурин, он никогда не был в округе, но он написал очень интересную повесть, с ней-то о мальчике, жителе тундры, о злом шамане, потом который становится добрым, о семье этого мальчика. В общем, такая вот приключенческая, волшебная повесть, и нам она очень понравилась. И Денис предложил художника, и книга получилась очень красивая. У нас такой не было. Мы вообще в последнее время обратили внимание на то, что у нас детской литературы не очень много, за исключением, собственно говоря, журналов «Пунушка», которые мы издаем три раза в год, и книги Ольги Ефремовны Латышевой, «Майма», которая тоже на российском уровне была отмечена званием лауреата Всероссийского осмотра информационной деятельности домов народного творчества. Вот. Ну и поэтому вот книга Дениса для нас тоже важна. Я ее сегодня не принесла, потому что пока мы не определились с датой презентации, а книгу Валеры я активно рекламирую, потому что 18 февраля у нас в этнокультурном центре будет презентация, и мы всех желающих приглашаем. И все, кто приходит на нашу презентацию, они все практически с книгами и уходят. А вообще вот эти книги, которые издаются посредством этнокультурного центра, где с ними можно познакомиться, где можно их почитать, посмотреть? Ну вот смотрите, тираж у наших изданий не очень большой, самый большой тираж тысячи экземпляров. Его достаточно для того, чтобы поскольку все эти книги готовятся на базе государственного учреждения, нашими специалистами нет никаких отдельных издательств. И поскольку издаются за средства бюджета Ненецкого автономного округа по разным программам, и по программе по линии Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа, и по программе по линии Департамента культуры, образования и спорта, это не столь важно. Важен сам опыт, и вообще он уникальный, потому что мы знаем, что в других регионах нету на государственном уровне такой постоянной поддержки местных авторов. Так вот, эти книги в первую очередь на бесплатной основе попадают во все библиотеки Ненецкого автономного округа, в библиотечную сеть и в школьные библиотеки, в библиотеки средних специальных учебных заведений. Конечно, какой-то часть тиража попадает авторам, они могут продать эти книги, потому что, как говорят специалисты, если книга не появилась в свободной продаже, значит, ее как бы и совсем нет. Ну, и также на презентациях часть книг мы раздаем, дарим тем, кто пришел познакомиться с этой книгой. Также эти книги есть у победителей некоторых конкурсов, которые проводятся в течение года этнокультурным центром. Ну, и, собственно говоря, несколько лет подряд мы эти книги выкладываем у себя на сайте этнокультурного центра, потому что к нам давненько уже обратились педагоги по поводу пунушки, что пунушка активно используется педагогами как некое тоже методическое пособие. Там ведь у нас много загадок, викторин, много очень разных рассказов, сказок, очень яркое оформление. Поэтому, конечно, вот тираж тысячи экземпляров, он недостаточен, чтобы каждому воспитателю, допустим, иметь у себя в группе. Ну, можно распечатать, взять у нас на сайте абсолютно свободно. И также любую книжку из последних. Вот мы еще не все, конечно, оцифровали, но последние книги мы сразу же выкладываем, и любой желающий может почитать и в электронном виде тоже. Это вот книги, которые вы с собой сегодня взяли, это все, что вышло в течение прошлого года? Нет, это книги разных лет. Я просто их принесла для того, чтобы, если вдруг возникнет у нас разговор, сказать, что вот мы проводим, допустим, исследовательские экспедиции, и их результатом на протяжении нескольких лет, вот, допустим, стала книга фольклор Коми и Ненцев Ненецкого автономного округа. Тут надо сразу договориться, что исследовательская экспедиция, вот именно эта, она осуществлялась при сотрудничестве со специалистами Коми-научного центра Института языка и литературы Российской академии наук. Мы давно сотрудничаем, и, конечно, нам эта помощь необходима. Ну и, собственно говоря, вот эти нотированные сборники, которые нам помогала делать этномузыколог из Вологды София Робертовна Кулева. Здесь есть журнал «Пунушка». Вот он один из последних у нас за 21 год. Вот такой яркий, красочный. Вот здесь есть альманах литобъединений Заполярья, потому что, конечно, те, кто ходят в творческие коллективы, допустим, заниматься сценическими видами искусства для них, поддержка – это выйти на сцену. Вот это вот их триумф, вот их минута славы, это их радость, собственно говоря, ради чего они и занимаются. Ну а литераторы, раз они пишут свои произведения, конечно, им хочется быть опубликованными. Но я хочу сразу пояснить, что вот этот альманах литоза Полярья, он объединяет, конечно, в большей степени тех, кто является членом этого литобъединения. Но дополнительно мы сюда по возможности включаем и других авторов. Например, вот в этом альманахе есть работы наших друзей-литераторов с Алтая, потому что нам тоже показалось интересным иногда знакомить читателей с творчеством других авторов, которые проживают в разных регионах России. Ну и вот я говорила о книге Ольги Ефремовны Латышевой, одной из первой, которая посвящена теме детей. Вот тоже такая красивая, яркая, с крупным шрифтом. Ну и очень интересная книга, она в 2020 году появилась, презентовали мы ее в 2021 году. Это книга нашего бывшего коллеги, известного мастера, путешественника Филиппа Никитича Ордеева, мой колгоев. Она очень интересная, не бесспорная, во многих местах смешная, в некоторых местах очень грустная, но она читается на одном дыхании. Я вот советую познакомиться с ней, потому что она рассказывает о любви Филиппа Никитича к своему родному месту, о том, как он его знает. Она посвящена памяти его отца, известного оленевода. Это только небольшая часть книг. Всего за период издательской работы у нас, по-моему, мы считали порядка 70 книг издано. Это не основная наша работа, это мы делаем так, дополнительные между дел и заняты все, и мы очень рады, что в подготовке этих книг и материалов, вот, например, для понушки нам дают самые разные люди. И работники музейного объединения, и учителя из сельских школ, и воспитатели, и библиотекари, потому что, конечно, обычно-то нужна бы редакция, серьезная редакция, которая готовит. Но поскольку такой возможности нет, а желание, чтобы у Ненецкого округа своя литература была, все-таки больше, чем сложности, и мы эти сложности, ну вот, научились превозмогать. У нас такая литература есть, и мы рады, что она пополняется, и есть задумки по новым изданиям. Елена Ивановна, вот как раз по задумкам, что вы планируете на 2022 год, уже наступивший этот, и каким-то образом повлияло то, что президент обозначил в 2022? Да, Ольга, спасибо за вопрос, безусловно, повлияло, потому что ведь тема этого года, она обсуждается с 2019 года, поэтому, конечно, и в нашем сообществе на самом высоком уровне мы готовились к этому событию, и у нас есть вот общероссийский план, есть единые подходы, и в том числе и крупные мероприятия традиционные, которые проводятся в Ненецком автономном округе, и новые, которые будут, они все, скажем так, связаны с этим годом. Ну вот если из крупных назвать, допустим, мы уже объявили несколько интересных конкурсов региональных. Один из них – конкурс видеороликов на особенку деревня, на особенку село. Мы, к сожалению, не очень много внимания уделяли видеотворчеству и фототворчеству, почему-то не успевали никогда. Вот в рамках этого года мы решили не просто провести конкурс, мы еще и в конце февраля проводим большой обучающий мастер-класс трехдневный для желающих научиться снимать видеоматериалы качественно. И мы надеемся, что люди, когда научатся это делать, то они тогда снимут для нас видеоролики, потому что тема конкурса – показать в небольшом сюжете культурную особенность своего населенного пункта, достопримечательность, рассказать о семье какой-то, которая сохраняет традиционные народные ценности. То есть все, чтобы представляло локальную культуру своего населенного пункта. Также вот мы будем проводить 21 февраля акцию, которая, конечно, не первый год у нас уже организуется, но она потихонечку развивается, говорим по-ненецки. И в рамках этой акции мы объявили тоже конкурс видеороликов «Считаем до 10». Мы уже получаем видеоматериалы. То есть мы предложили жителям округа снять коротенькие видеосюжеты и посчитать до 10 на ненецком языке каким-то любым творческим способом. Говоря о крупных событиях, невозможно обойти традиционный фестиваль «Ргиш-надежды», который проводится у нас один раз в два года, будет в этом году, в октябре, и он будет посвящен традиционной мужской культуре. Статус его межрегиональный. То есть мы надеемся еще и привести и артистов, и мастеров из других регионов. Мы проводим в ноябре также традиционный праздник комик-культуры Визула-ю. Он будет посвящен теме народной песни. Наверное, будет очень интересным событие, которое мы тоже уже года четыре проводим. Это социально-культурная акция «Свой среди своих» 9 августа, Международный день коренных народов мира, когда мы предлагаем всех желающим провести один день в традиционном народном костюме и описать свои впечатления в течение этого дня в социальных сетях. Обратил на эту акцию внимание Центр народов России и предложил нам свою помощь. Она ведь развивается у нас, эта акция. Мы в 2021 году привлекли 10 регионов к этому событию. То есть 10 регионов России вместе с немецким автономным округом участвовали в этом проекте. Так вот, Центр народов России предложил еще подключить и дизайнеров разных регионов, дизайнеров этномоды. Нам это тоже показалось интересным, потому что их очень много теперь молодых, талантливых людей, которые создают костюмы в народном стиле. И тоже хотелось бы эти костюмы показать. У нас их не так много в округе. Но люди частным образом покупают себе или шьют, заказывают такие костюмы. Почему бы и нет? Пусть это красиво может быть как раз современной этнической одежды, и начинается понимание того, что хорошо бы и традиционно иметь. Если говорить о крупных событиях, то, наверное, тоже хочется сказать, что этнокультурный центр будет участвовать в большом проекте, который осуществляет северо-западный федеральный университет имени Амосова. Располагается он в Якутии. Проект называется «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных малочисленных народов мира». Извините, народов севера. Суть этого проекта в создании арктического многоязыкового портала. Собственно говоря, портал этот уже создан. Но он создан как некая основа. Требуется наполнение. Ученые говорят, что у нас 40 коренных малочисленных народов. И, собственно говоря, обратились к представителям этих народов, чтобы помочь наполнить этот портал теми материалами, которые исследуют, которые набрали, накопили те или иные регионы. Мы с удовольствием подключаемся. Тоже не без помощи Северного Арктического федерального университета. Мы как раз узнали об этом проекте. Вот сейчас в ряде вебинаров участвовали, проговорили то, каким образом мы будем участвовать. И вот, честно говоря, организаторами интересны даже наши школы родного языка. У нас с 22 года заработал проект, который защитил на местном уровне, защитил ассоциации ИСАВИ совместно с этнокультурным центром. Вот у нас школа КОМИ языка уже тоже 4 года организуется на базе этнокультурного центра и в нескольких населенных пунктах округа. А школа Ненецкого языка мы первый раз делаем за несколько лет. И мы тоже очень рады, что у нас участников так много набралось, что у нас есть уже второй запасной состав, что если кто-то вдруг из основного состава выйдет по каким-то причинам, то есть такие запасные игроки. А еще и до сих пор продолжаются звонки, что нельзя ли нам записаться. То есть мы понимаем, что востребованность у людей есть. И вообще нам очень приятно отметить. Вот вы задали вопрос, какова роль этнокультурного центра в сохранении межнационального согласия. Мы с радостью отмечаем, например, что люди все больше хотят носить традиционные костюмы. Молодежь все активнее участвует в мероприятиях по сохранению традиционной культуры. Лица молодеют наши, молодеют лица наших участников, с удовольствием участвуют в мероприятиях несценических. С интересом поддерживают проект Полины Валей по изучению танцев северных. Вот проект «Вечерки», который мы проводим иногда на улице, иногда в помещениях. Но ребята ходят, им это интересно и замечательно. И мы думаем, что и наши общие мероприятия с сельскими домами культуры, которые мы всегда планируем на окружном семинаре работников культуры, они тоже получат развитие. Нам это интересно. Елена Ивановна, спасибо большое, что вы нашли время, пришли к нам, приходите к нам еще, рассказывайте о своих проектах. Наверное, о каждом проекте можно даже отдельно рассказывать, очень много интересного. Ну да, времени не хватает. Спасибо, что обратили внимание. Мы очень надеемся найти новых единомышленников в год культурного наследия. Елена Ивановна, спасибо. Наша программа подошла к концу. Напомню о планах этнокультурного центра на 2022 год, объявленный президентом Годом культурного наследия народов России. Мы говорили с директором этнокультурного центра Еленой Вергуновой. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин